Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно приветствую с великой средой. Это день, когда Церковь вспоминает события, происшедшие в преддверии страданий Господа, в доме Симона Прокоженного, когда во время вечери ужина к Спасителю подошла женщина и, возлив на него драгоценное Мира, отерла это Мира волосами, вызвав недоумение учеников и особенно Иуды. Мира стоила больших денег, и, может быть, все то, что скопила эта женщина за всю свою жизнь, она отдала на это помазание. И совершенно не случайно, что именно в этот момент, когда происходило, это особое, исполненное огромным внутренним смыслом действия, вознегодовал Иуда. Тот самый Иуда, который носил ящик, в который складывались общие для всех апостолов деньги. И, как повествует Евангелие, был он нечист на руку и похищал эти общие средства. И человек, который был порабощен страстью сребролюбия, не мог пережить спокойно то, что он видел. Как женщина, блудная, грешная, отдает последнее, как она совершает бессмысленный, с его точки зрения, поступок, и, не зная, как воспротивиться этому, говорит, что, мол, впустую такая трата, мол, можно было эти деньги раздать нищим. Но не о нищих думал он в то время, о самом себе, ибо был вор, как говорит Святое Писание. В каком-то смысле отношение человека к деньгам во многом определяет образ его жизни. И как бы это ни было для многих грустно, нужно это осознать. Отношение к деньгам не есть нечто нравственное и духовно нейтральное. Это отношение как бы высвечивает самую сущность человека. Вот блудница пожертвовала всем ради Господа. Неизвестно, оставались ли у нее вообще какие-то средства. И, с другой стороны, Иуда, который похищает то, что ему не принадлежит. Помазавшее тело Спасителя жила в особом внутреннем мире. Внешне она, конечно, была женщиной грешной, но внутри, внутри, видимо, происходило огромное борьба. Она осознавала и свою греховность, свою неправедность. И, желая очистить себя от этого тяжкого груза греха, она приносит Спасителю эту жертву. А Иуда, в числе праведных, он один из двенадцати апостолов. Он тот, кто каждый день слышал слова Господа. Он тот, который был свидетелем его чудотворений. Он тот, который, несомненно, был свидетелем чудотворений, в том числе и совершаемых апостолами. Он жил не просто в атмосфере особой духовной жизни. Он жил рядом с Богом воплотившимся, который не скрывал своей великой силы, чудодейственной силы, силы своего слова, силы своего действия. Но какие такие деньги, какое такое сребролюбие, какое воровство могло быть рядом не просто со святыней, не просто с храмом, а с самим Богом воплотившимся? Это значит, что Иуда был помрачен страстью. Настолько, что он не видел совершаемого Спасителем, не понимал, не слышал его голоса. Страсть затмила все, и не было никакой надежды на спасение. И это проявляется в последнем действии Иуды, вознегодовав на женщину, осознав, что между ним и ею, а может быть в этот момент осознав, что между ним, его учителем и апостолами бездна, что они принадлежат к разным мирам, несовместимым, он принимает решение предать Спасителя, идет и продает его за 30 сребреников, что составляло малую часть того, что женщина пожертвовала Спасителю, возливая на него драгоценное миро. Два мира, два образа жизни, два мировоззрения, которые столкнулись в этой трагедии, повествование о которой узнаем мы из сегодняшнего Евангелия. А почему страсть сребролюбия является показателем уровня духовной жизни человека? А потому что сребролюбие порабощает человека. Страсть наживы лишает людей разума, лишает чести, лишает способности исполнять долг. Все подчиняется тому, чтобы иметь деньги и их тратить. А может быть, даже и не всегда тратить, но только иметь. Действительно, сребролюбие порабощает душу людей. Как замечательно сказал об этом святитель Иоанн Златоуст, нам должно иметь такое отношение к деньгам, которое было бы подобно отношению Господина, дабы управлять, а не быть управляемым. Да, действительно, господствовать над всем мы призваны самим Господом, который человека поставил во главу творение, сделал его хозяином райского сада, верил ему в весь мир, чтобы он им управлял. Если же человек становится рабом, в том числе и материальных ценностей, он лишается свободы. богатым людям кажется, что через деньги они обретают свободу, они могут путешествовать, они могут исполнять любую свою прихоть, они могут заниматься тем, чем хотят. нередко так и говорят эти люди в ответ на то, зачем вам нужны деньги, для того, чтобы чувствовать себя свободным, одновременно становясь рабами этих самых денег. не случайно именно сребролюбие сопутствовало предательству. Не блуд, блудница покаялась, сребролюбие. Нам иногда кажется, что блуд – самый страшный грех. Да, действительно, страшный грех, но сребролюбие – не менее страшный грех. Потому что и то, и другое порабощает человека, и то, и другое разрушает его сознание, и разрушает ориентиры в его жизни. Но власть сребролюбия, как видим из этого евангельского текста, становится подчас страшнее власть и блуда. Сегодня общей тенденцией в развитии современного человечества является устремление к материальным благам и к обладанию деньгами. сегодня все пересчитывается на деньги, как будто не существует больше никаких эквивалентов. Это страшная тенденция, которая реально порабощает и личность, целые общества, и способна закабалить и поработить дьяволу всю человеческую семью. Вот почему сегодняшний евангельский текст имеет огромное значение для духовной жизни людей. если мы хотим быть с Господом, если мы хотим быть свободными, если мы хотим быть способными исполнять Его волю, мы должны господствовать над деньгами, но не деньги господствовать над нами. у того же Иоанна Златоуста мы встречаем вот какие замечательные мысли. Он говорит, что нередко грех сребролюбия начинается с попыток человека собирать средства для того, чтобы давать их нищим. Бывает и так. Мы знаем, что нередко создаются разные благотворительные фонды вроде как бы для добрых целей, а на самом деле очень часто все завершается элементарной коррупцией, похищением этих самых средств. Вот почему для церкви, которая призвана служить в том числе и нищим, нуждающимся людям, которая призвана собирать средства для того, чтобы передавать их нуждающимся. Мы должны все помнить о том, каков великий соблазн в деньгах и какова великая ответственность тех, кто получает деньги из рук людей на добрые дела. из всех порабощений грехом сребролюбия самое страшное порабощение это святотатство, когда средства, которые люди приносят Богу, неправедно обращаются на удовлетворение сребролюбивой страсти тех, кто иногда эти деньги в свои руки берет. Вот почему духовенство несет огромную ответственность за то, чтобы все те деньги, которые складываются у алтаря Господня, которые приносятся верующими людьми, направлялись только на те цели, на которые люди желают, чтобы эти деньги пошли. если же кто-то совершает нечто иное, он впадает в страшный грех святотатства, потому что деньги, жертвуемые Богу, посвящены Ему и должны использоваться строго в соответствии с этим посвящением. Церковь должна быть сегодня примером для всего общества, в том числе и в том, как строить отношения, используя материальные средства. Сегодняшний день, я думаю, дает прекрасную возможность подумать многим о том, в каком отношении они с материальными ценностями, кто кого поработил, кто кем управляет, насколько мы свободны, в том числе и от притяжения сребролюбием, чтобы исполнять закон Христов. Мы приступаем к особым дням святой и великой страстной седмицы. только что после окончания божественной литургии последний раз была прочитана молитва Господи и Владыка живота моего, которые мы сопровождали наше великопостное поприще. С сегодняшнего дня запрещаются земные поклоны до праздника Святой Троицы, кроме колена преклонения пред Святой Площаницы. Нам предстоят дни особых духовных размышлений от подвига Христа Спасителя, о Его страданиях, о Его смерти, нам предстоит пережить радость воскресной пасхальной ночи. И дай Бог, чтобы предстоящие дни всем нам послужили в духовное назидание, в укрепление нашей веры, в укрепление нашего благочестия, дабы дни эти наполнили нас силой идти по пути, обозначенному заповедями самого Господа и Спасителя нашего. Аминь. Укрепление науку и укрепление